Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. У меня проблемы в отношениях с мужчиной, я не знаю, как ему доказать, что я его люблю. Мне нужен только он, я много совершаю ошибок в отношениях, к этим причиняю ему боль. Он сказал, что со мной теряет себя, как сохранить отношения, что мне изменить в себе, чтобы он поверил в то, что я, правда, его ценю и благодарна за всё, что он делает. Смотрите, Наталья, вот что изменится, когда он, ну, когда вы ему докажете, что будет для него? То есть, ну, вот сейчас, например, да, вы стараетесь что-то доказывать. Сейчас вы что-то делаете. Если вы докажете, то что будет делать мужчина? Он потеряет ваше такое стремление? То есть, вот насколько выгодно мужчине, чтобы вы ему что-то доказали? Вот, не доказывали, а именно доказали. Вот насколько ему выгодно это? Это первое. Второе. Вы говорите, я не знаю, как ему доказать, что я его люблю. А зачем доказывать? А если любовь не сдается в доказательствах, то, ну, это не совсем любовь. Это что-то другое. А если человек сомневается в любви другого, он, скорее всего, не любит сам. То есть, это его сомнения в своих чувствах переносятся на вот другого. Поэтому, как вообще у вас появилась идея доказывания чего-либо в отношениях? Я имею в виду. Дальше. Я совершаю много ошибок. А что это за ошибки, Наталья? Что это за ошибки? Откуда вы знаете, что это ошибки? Почему вы считаете? Ну, почему вы считаете, что это ошибки? Вот. Чем они продиктованы? Эти ошибки. Чего вы хотите, когда совершаете ошибки? Давайте, давайте разбираться. Ничего случайного не происходит. Не происходит. Я этим причиняю ему боль. А откуда вы знаете? Если вам человек говорит, да, что мне больно, как он решает свою проблему. Или только вы должны решать проблему, его боли. Он сказал, что со мной здесь теряет себя. Опять же, что это значит? Как сохранить отношения? Самый лучший способ сохранить отношения, это ответить себе на вопрос, что я хочу по отношению к человеку. То есть, что мне хочется для него делать. Как я отношусь к нему? Какие чувства у меня появляются в ответ на него? Честно ответить себе на этот вопрос, это первый шаг. Первый шаг. Что мне изменить в себе, чтобы он поверил в то, что я правда его люблю и благодарна за все, что он делает? Ничего, потому что, чтобы вы не изменили, он не поверит, что это, повторюсь, эта история не про ваши чувства, а про его, про его. Ну, вот, и этот процесс, он будет бесконечный, он не закончится. Ну, то есть, человек все время будет требовать от вас чего-то, чтобы вы себе изменили. Любовь, в принципе, это безусловное-безусловное принятие другого человека, поэтому непредполагательные изменения, а вот то, что у вас, это очень похоже на любовную зависимость, на зависимость, вот, или созависимость. Ну, если мужчина от чего-то зависим, там, вот, любовная зависимость, это больше похоже на правду. И, соответственно, вам нужно вот этот момент поисследовать, то есть, как вы воспринимаете, собственно, мужчину, да, как вы его видите, и не теряете ли вы себя с ним, потому что вы готовы сейчас менять себя, то, чтобы он поверил. То есть, вы готовы, ну, по сути, его поставить выше себя. Это вот первый такой, первый такой здесь довольно серьезный признак любовной зависимости. Еще хорошим способом сохранить отношения было бы восприятие себя и партнера как личность. Как личность, вот, нужна от нужна себя, к себе относиться как к личности, то есть, к субъекту выбора, к субъекту ценностей, к субъекту, определенного пути жизненного, вашего собственного, например. Вот, и уже через этот фильтр рассматривать партнер. Вот. Вот, как-то так, я думаю, можно вам ответить. Ну, а самое главное я повторюсь, повторюсь, это то, что если вы должны доказывать что-то человеку, тогда он сомневается в своих чувствах и за счет вас вот эти вот, ну, пробелы там восполняет. И, как бы... Ну, это поэтому вы занимаетесь, ммм... С физиповым... С физиповым... Трудом просто... Вот. Из каких-то своих побуждений, например, из, из страха одиночества, может быть, или, может быть, из... Ээээ... каких-то еще желаний и потребностей, например, вот он давал вам что-то, или может дает вам что-то, чего вы не получали, но это тоже нужно учиться самостоятельно получать. Вот. Как-то так. Всего самого доброго вам. Удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать с собой работу.